Друзья, всем привет! Вы просили меня как можно больше рассказывать о том, как живут русские в эмиграции, в данном случае в Аргентине. Поэтому сегодня я вас приглашаю в гости к очень интересному человеку Кире Мамонтовой, к правнучке Савы Мамонтова, того самого Савы Мамонтова, который строил по России железные дороги, включая крайний север, который построил в Москве Ярославский вокзал, отель «Метрополь», который в Мытищах построил вагоностроительный завод и много-много чего еще он вкладывал в развитие России. Именно благодаря тому, что Сава Мамонтов организовал русскую частную школу-оперу, зажглась такая звезда, как Федор Шаляпин. А в его абрамцевском художественном кружке смогли проявить себя и стать знаменитыми на всю Россию такие живописцы, как Валентин Серов, Виктор Воснецов, Константин Коровкин и другие. Кстати, на картине Серова «Девочка с персиками» изображена дочь Савы Мамонтова, Вера Савична Мамонтова, если вдруг кто-то не знал. Картины из личной частной коллекции Савы Мамонтова сегодня хранятся в Третьяковской горилее, в галерее и в Русском музее. И, кстати, Кира Мамонтова, к которой сейчас мы с вами идем в гости, тоже художница. У нас сегодня такое утреннее воскресное чаепитие для вас. Вы очень просили меня рассказывать истории русских эмигрантов в Аргентине. И вот поэтому сегодня я, путешествуя по Патагонии, решила провести для вас интервью с Кирой Мамонтовой, у которой я сейчас беру уроки акварели, уроки рисования. У меня такой вот отпуск выдался небольшой. Днем я путешествую по Патагонии, вечером у нас с Кирой индивидуальные уроки акварели. И вот решили мы с ней за чашечкой утреннего чая сегодня и поговорить о русских в эмиграции. Кира, в каком поколении уже твоя семья живет в Аргентине? У меня уже третья... вторая. Третья с дочкой, конечно. Значит, бабушки, дедушки, все русские приплели из России. То есть, получается, ты уже третье поколение эмигрантов, дочка твоя уже четвертое поколение эмигрантов, но при этом ты прекрасно сохранила русский язык. Нет, не прекрасно, но стараюсь. А сзади, кстати, у нас большая коллекция матрешек стоит русских. Да. Кира, мне очень понравилась твоя история про то, как ты начала собирать матрешки. Да. Расскажи. Я думаю, матрешки начали меня собирать, не я собирать матрешки, потому что я всегда объясняла... Я тоже учительница на английском языке, языка. И я всегда историю рассказывала, когда мои ученики были маленькие, 7 лет, наверное, там, в втором классе. И было очень интересно для них, я... Ну, когда мы семью там учились, там, как мама, папа по-английски, братья, сестры. И, значит, я всегда показывала матрешки и рассказывала. И ничего, я просто знала, что Савва Иванович Мамонтов, он там, в Японии принес эту идею и начал с Сергеем Малютиным в Абратцево постараться делать эти игрушки. А потом они были такие, ну, знаменитые. И... Там масса была, конечно. И я просто её взяла, и мне она понравилась. И сразу мне спросили, ну, тебе интересно? Да, вот как красиво, сколько она стоит? Да, вы знаете эту историю? А я говорю, нет, не знаю. Я не... Ну, мне показывают книгу, и мне начали просто рассказывать историю моей семьи. Просто там начали читать про Савва Мамонтова, это была первая матрешка, это была реплика. А я просто начала так плакать. Я просто не могла верить, что я точно эту матрешку выбрала. И вот я до сих пор это... Я не верю. Эмоционально. Это очень было. Просто моя дочка 8 лет, она просто на меня смотрела и спрашивала, мама, что с тобой, что с тобой, почему ты плачешь? А я говорю, я просто не могу объяснять. Ну, вот эта матрешка, я покажу, она сейчас со мной. И все мои ученики начали эти матрешки мне дарить. Так что я... И сейчас они там все стоят. А это была матрешка... То есть ты приезжаешь в Россию, тебе понравился дизайн матрешки, и тебе начинают рассказывать историю этой матрешки, а в реальности тебе рассказали историю твоей семьи. И получается, что твой дед тоже выбрал именно этот же дизайн, который понравился и тебе. Да. Потому что понятно, что в любой сувенирной... В любом сувенирном магазине России сотни и сотни дизайнов матрешек. Масса. И вдруг тебе нравится то же самое, что более 100 лет назад... Да. ...понравилось твоему деду. Вот так и было. Вот такая вот интересная история. Ну а теперь немножко истории твоей семьи. Как они попали в Аргентину? Ну как... Ну, после войны они... Оба, да? Ну, бабушки и дедушки, они были, ну, молодые. Они здесь знакомились, в Бонус-Айрес. Они привели в Бонус-Айрес. Они пришли сюда после Второй мировой войны? После Второй мировой войны. И там они, я знаю, что были русские скауты, русская школа в Бонус-Айресе. Они там, ну, дружили там и познакомились. Но там большая была. Большая община была, да. Тогда после Второй мировой войны примерно 10 тысяч русских с территории Советского Союза прибыли в Аргентину. Иногда, ну, я знаю, что были несколько через Австрию, через, ну, лучше Югославию, ну, через эти... Через порты Югославии. Через порты, да. И они потом здесь познакомились. И, ну, вот, у меня... Значит, они женились в Аргентине. И моей... Мама и папа, оба аргентинцы, ну, русская кровь. Русская кровь и у мамы, и у папы стопроцентно, да? Ты сказала, что... Да, есть немножко там, да, там есть немножко там английская какая-то там... Немножко немецкая, ну, честно, все из России. А, вот это твоя английская кровь, и я ее вижу как раз в твоих картинах. Да, может быть. Для меня как раз вот викторианский стиль, английский викторианский стиль, это много-много цветов. И когда я впервые попала в этот городок, в котором ты живешь, Сан-Мартин-де-Лос-Андес, первое, что я видела, это как раз та улица, которую видно из твоего окна, из окна твоей мастерской. Это был декабрь месяц, этот самый цветочный месяц в Патагонии, и все было в цветах. Вот в таком цветочном раю ты и живешь. Да, да, это розы были здесь. Это розы были, да. Розы, да, на этой улице, да. У нас всюду розы здесь растут, в самом деле, ну, в городе. А, конечно, тоже есть дикие цветы. Я предпочитаю дикие цветы, которые по-настоящему растут и всегда росли здесь в Патагонии. Ну, как эта картина, которая там, это... Да, сейчас мы еще о твоем творчестве поговорим. А теперь еще немножко про историю семьи. И вот знакомятся родители, да, родители знакомятся твоими в русской школе. Конечно. Живут они в Буэнос-Айресе? Нет, мама живет здесь в Патагонии и тоже занимается цветом. Ну, по-разному. То есть мама родилась в Патагонии? Нет, мама родилась в Буэнос-Айресе, но она живет до сих пор в Патагонии. Ну, вот хотелось бы узнать, как они выбрали Патагонию? Да, потому что мой... Брат моей бабушки, Владимир Беревкин, он приехал сюда с семьей, и мама, и папа. Ну, только что женились. Очень молодые были. И он, значит, не знали, если хотели жить в Буэнос-Айресе, ну, он тогда пригласил папу и маму. Ну, приезжайте в Патагоне, тут так красиво, тут так спокойно, да. В Аргентине было очень такой... Все время вот так вот история была. Так, это было, да, очень сложно жить в Буэнос-Айресе. И тогда они сюда приехали в машине, и там, наверное, день ехали. И когда приехали сюда, они сразу сказали, мы останемся, мы попробуем. И вот мама до сих пор здесь живет. Она говорит, что это ее место 100%. Место ее силы. Да. Да, Сан-Мартин потрясающий город. Я вчера сделала большую нарезку по городу, но погода немножко подвела. Но надеюсь, что когда смонтирую, все равно видео сможет передать всю атмосферу этого города. Добавлю еще у меня видео из других месяцев, когда солнышко. Конечно, при солнышке здесь совершенно другой вид. Но все равно мироощущению не мешает. Вот сейчас я ехала, да, я сейчас остановилась рядом с Сан-Мартином, не в самом городе, и по дороге. Все эти горы в тумане. И я даже после первого урока с тобой уже ехала домой и думала, так, как бы вот это можно было нарисовать. Уже начинаешь по-другому смотреть на мир. Поэтому я представляю твой взгляд на вот это все вокруг, когда ты уже все пытаешься трансформировать в свое искусство, в свое творчество. А здесь, наверное, не то что каждый уголок, здесь каждую березку хочется нарисовать, которых здесь очень много. Мне кажется, березка – это самое доминирующее дерево на территории города Сан-Мартин-де-Лос-Андес. Еще очень много рябина, она как раз сейчас так красива. Рябина, да. Уже созрела, уже можно компоты варить. Окей. Мы сделаем. И грибы собрали тоже. Да, вчера ты мне показывала уже грибы. Да. Собрала в лесу практически жизнь, как в России, только в спокойном, очень красивом уголочке. Ну, моей бабушке, конечно, мама тоже мне учила, собирать грибы, какие хорошие, плохие, какие не надо. И да, это мы всегда с бабушкой ходили по лесу и собирали грибы. Кстати, из грибов что приготовила? Нет, я просто их, ну, они, я их высушиваю. А, сушишь? И потом соусы я обожаю. Итальянская паста и грибы. Это очень вкусно. Лук, так и… А с картошечкой по-русски? А, нет, еще не пробовала. В России жарят картошку с грибочками. М-м-м, как вкусно. Это просто вкусно. Кира, а ты уже родилась на территории Патагонии? Я родилась в Буэнос-Айресе, но я ехала на машине, когда мне было 4 месяца. Так что я не считаю, я из Буэнос-Айреса, я, конечно, ничего не помню. Мне рассказывали, что была эпоха, когда детей модно было рожать в Буэнос-Айресе, да, чтобы у них в документах стояло что-нибудь порт-эннис. А, нет, ну это не поэтому. Не поэтому? Нет, нет, нет. Случайно вообще? Да, да, это было случайно, потому что братья здесь родились. Михаил и Борис, они здесь родились. Понятно. И расскажи нам историю, как ты стала художником, как... Я на самом деле журналист, и я тоже, ну, английский преподавала, ну, мою целую жизнь. И учительница была здесь, даже в Буэнос-Айресе, и потом уже писала на, ну, разных там, на газетах и там журналы. И я жила в Борилёте тоже 10 лет. И один день... Я всегда любила очень много писать и рисовать. Писать и рисовать. Ну, и когда я была маленькая, я уже это обожала просто писать и рисовать. Это в школе была самая любимая вещь. И, значит, я один день в Борилёте была, наверное, 16 лет назад, и подруга мне говорит, слушай, я попробую акварель там какой-то классный. Ну, давай я хочу тоже попробовать, мне это интересно. Ну, давай попробуем. Я просто попробовала и начала там, ну, трудно было очень, потому что я не учила на самом деле техники. Так что, ну, у меня была очень хорошая учительница, и мне понравилось. И потом я переехала, вышла замужем, и приехала в Буэнос-Айрес, там родилась моя дочка Лара. И я хотела до сих пор учиться, так что я пошла в школу в Сан-Сидро, в Рахина-Пасис, и там тоже, значит, я искала учительницу. И тогда я заметила, что моя первая учительница была очень хорошая, потому что она не так легко. В Аргентине акварель не очень такая знаменитая техника. Так что я начала искать. Искать, даже я искала русских. Я ехала в Москву, летала, простите, в Москву. И там училась, и, ну, ходила в мастер-класс, там, несколько, очень хорошие у вас акварелисты. И потом начала тоже из Бразилии, из Перу, из Чили. И так начала, начала учиться. То есть у тебя прям такая мощная международная база со всех континентов. Да, ну, я ищу вещи, которые мне нравятся, и я стараюсь учиться с кем, ну, которые я имею в виду. Чья техника нравится. Конечно, admiration, как это, ну, когда... Смотришь. Смотришь и говоришь, вау, вот это я хочу. Ну, то, что у меня произошло с тобой, когда я увидела первый раз твои картины, Вот это то, что я хочу, но ограничение личное по времени. А потом я уже начала писать, там, картины с вином, аргентинское вино и чаем, и начала делать такие экспериментальные вещи. И, ну, для туристов я тоже такие специальные программы делаю. Рисуем мальбеком. Да. Раз уж мы в Аргентине, значит, надо рисовать мальбеком. Кстати, акварель ты какую используешь в своих картинах? Прости, их использую. Марк, Марку, как Марка называется? А, ну, Невская палитра, конечно, Белые ночи из Петербурга, и кисточки тоже. Рублев. Да, да, их обожаю. Даже я не знала, что я так много буду их употреблять. У меня первый раз, это просто папа мне принес подарок. Я попросила, пожалуйста, давай купи хорошие акварели в России. И все начали любить этих акварель здесь. Хорошо, что сейчас они здесь продаются. Есть большой магазин, да, я тоже сама как-то гуляла по Буэнос-Айресу, и так опаньки, захожу в магазин для художников и смотрю, что там преобладает в основном акварель наша Невская палитра. Для меня это был большой сюрприз. Это еще было до знакомства с тобой. Вот такой вот у нас получился уголок России в городке, в Сан-Мартин-де-Лос-Антес, который находится, сколько, по-моему, где-то 1300 километров от Буэнос-Айреса. 1600. 1600 километров от Буэнос-Айреса. 1400, да. Вот, глубоко спрятан в горах. До того же большого всеми знаменитого Барья Лочи нужно ехать по горному Серпантину, поэтому можно сказать, что он такой вот обособленный городок. Но в нем есть аэропорт с прямыми рейсами на Буэнос-Айрес, поэтому логистика хорошо налаженная. Летает не только основная государственная компания, аргентинские авиалинии летают также лаукосты, поэтому попасть в этот городок очень легко. Ну и для любителей кататься на длинные дистанции также ходят автобусы. Кстати, завтра я возвращаюсь в Буэнос-Айрес автобусом, потому что посмотрела самолеты, просто, ну, в Испанию дешевле долететь, поэтому я решила вспомнить свое любимое занятие и вернуться на автобусе. Ну, будешь долго спать, наверное. Нет, буду в окно смотреть. В окно смотреть, да. Да, интересно. Ну что, Кира, давай посмотрим теперь твои картины, покажем твое творчество. Твое творчество, да, и заодно как раз поговорим о том, чем ты живешь. Ну вот я сейчас, говорят, буду давать класс. Здесь в Ламартини, Барилёче, Буэнос-Айресе и тоже в Чиле. Аркидия, это такой цветок, который здесь не растет. Ну, в Аргентине, да, но не здесь, в Патагонии. И я делаю разные такие, предпродавляю разные картины. А это тоже, которые мне рассказывали про Мальбек. Я просто так бросаю бокал с Мальбеком и потом начинаю рисовать все эти цветы. Это с вином. Тут есть акварель, ну, немножко просто акварель, а самое главное здесь вино. Потом у меня есть уже картины, которые я... У меня разные конкурсы в Италии, в Америке. Это была знаменитая картина. Знаменитая картина. Это наш национальный цветок. Национальный цветок всей Аргентины. Всей Аргентины и тоже я из Уругвая. И Уругвая, да. Это тоже самый цветок, но это разные картины я делаю. А здесь это наша Патагония. Такой цветок называется мутисия. Есть два цвета мутисия. Есть такой лиловый цвет, яранжевый. Вот здесь другая тоже висит. И в январе, в феврале Патагонский лес полностью покрывается ее цветением. Да. А это тоже так немножко есть. Это такой... Ну, цвета, которые я нашла в Тиле тоже здесь. Рядом, да? У нас Тиле совсем рядом. Ну, так, я преподаю классы у туристов. Тоже у нас здесь в Сан-Мартине масса мне три. Такие главные вообще группы. Сан-Мартин, Кумин, Дос Андрес. И потом я просто летаю в Чиле. В Буэнос-Айрес тоже преподаю классы. И для туристов специальные классы на русском и английском. Ну, больше на английском, конечно, потому что летают из Америки, из Англии. Невская палитра имеет все цвета, бумаги, кисточки из рублевых. Я даже вот от себя могу сказать, что это одно из лучших времяпрепровождений в Патагонии. Вот то, как я сейчас и провожу свой отпуск. Пусть он там небольшой, 10 дней он меня всего между турами выдался. Вот днем я гуляю по Патагонскому лесу, смотрю городки, изучаю историю, чтобы более интересные были мои туры для вас. И вечером уроки у Киры, уроки акварели. Также можно выезжать и на планер, рисовать с натуры. И для творческих людей, по мне, так лучшее времяпрепровождение. Так что пишите мне, звоните. И будем организовывать для вас такие вот творческо-художественные выезды в Патагонию. И будем рисовать патагонские цветы, поскольку Кира в основном в своем творчестве использует в качестве натуры патагонскую растительность. Ну и из других краев Аргентины. А самое главное, Мальбек. Какая же Аргентина без Мальбека? Кира, можем показать твою творческую студию? Мою? Прости. Студию? А, студия у меня, она зовут Милина Виху. Ну такой и беспорядок? Ну давай, попробуем. Ну давай, попробуем. Ну, давай, попробуем. Ну, давай, попробуем. Ну, так у художника должно быть. Такой потрясающий вид из окна. Да. За окном, конечно же, растет русская березка. А тут и красок, и кисточек. Вот у нас наши white nights, белые ночи. Белые ночи в Санкт-Петербург. Да, даже карандаши белые ночи. И мы тут... Вот тут еще есть такие. Вот с вином. Да, это тоже с вином. Это очень много делаю с туристами, потому что это легко делать. Да, для обучения это же очень важно, чтобы стало получаться с первого раза. Конечно, вы просто берете и потом... И это больше мотивирует продолжать рисовать. Это из Мендоси. Такой цветок растет на горах. Гринделье Тилуэльсис. Ну, у нас тут лес, космос, пионы тоже растут, патагонии. Пионы? Пионы. А это тоже сейло, тоже цветок, который выиграл такой прайс в Америке. Не цветок, твоя работа, правильно? Моя работа, моя работа. Ну, работа называется сейло, поэтому... А это тоже с вином. Это лилием и вино. Тут акварель и вино. Вот здесь, видите? Разлитый бокал вина. И вот здесь я так сижу, работаю, подаю классы. Еще красивая картина на стене. Да, это называется... Анемона. 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 Да, по-русски так же. Угу. Красиво. А эта работа не Матбек, это чай, ибискус чай. Тоже немножко... Там не такой лиловый такой цвет. Немножко от окон отсвечивается, но я думаю, что хорошо видно. Тут какие-то твои дипломы, награды. Так, Кира, здесь что у тебя за диплом? Вот этот прайс, который у меня был на национальный... Ну, работа, которую я писала. Цветок национальный... Сейбл. Сейбл. Национальный цветок. И за него ты получила приз в Америке. И недавно твоя Сейба еще в Италии, да, побывала? Да, это был другой Сейба. А, это уже был другой Сейба. И там тоже получила приз в Италии. Ну, приз это... У нас в Аргентине, каждая страна имеет 10 художников, которые выбирают в Аргентине, что поставить в Италию. Я уже второй год, уже выбрали работу. Представляешь Аргентину в Италии. И этот год тоже эта картина будет летать в Америку. Супер, супер. Поэтому очень рекомендую вам Киру как учителя, как преподавателя. Если вам близка эта тема, контакты Киры и ее Инстаграм я оставлю в прикрепленных записях под видео. Поэтому обращайтесь. И за кадром мы еще продолжили с Кирой разговор о творчестве, потому что темы бесконечные. И очень меня заинтересовало. Кира сейчас рассказала, что ты поедешь делать в Чили. Я буду давать курсы в Чили. Один курс будет акварель и вино. У нас будет там сперва специалисты говорить по... Разные цвета вина и разные цвета акварелии. Потом я буду давать урок. А потом мы будем пить вино вместе. Это будет воскресенье. И не воскресенье, а пятницу. И мы тоже это сделаем в Мендосе, наверное. Мендосе и Чили. То есть сначала мы рисуем вином, а потом его пьем, чтобы познать все грани этого напитка. Точно так. А может, наоборот, сначала нужно попить вино, а потом легче будет рисоваться? Да, можно. И расскажи, вот тоже меня заинтересовал твой рассказ, как ты с отелями работаешь, с лоджами. Когда женщины не хотят разделять с их мужчинами, то куда они приезжают. Да. Да, иногда мужчины там ловят рыбу или гуляют. И женщины скучно. И тогда я еду туда с акварелями, и мы выбираем какой-то интересный спот. Наверное, с цветами или там реки разные. У нас здесь озеро. И рисуем картины, рисуем их с акварелями. И с вином тоже иногда. И вот так. То есть вот, когда в одной семье нет одинаковых вкусов для путешествия, их можно просто разделить. Мужчины на рыбалку. Здесь, кстати, шикарные места для рыбалок. Соседний Хунин. Это у нас столица Аргентины. Форели, горные форели. Вот мужчины могут отправляться на рыбалку, а женщины на планер. Отличное времяпрепровождение. Всем хорошо. У меня есть бабушка Татьяна Петровна Веревкина. Она племянница Марьяна Веревкина. За ними такая артиста, которая умерла с Кона, Швейцария. Очень близко из Италии. Там музей. Я еще не была, но хочу попасть. Она была студентом Репина. И Репин был артист, художник, который был в кольце Абрамцево. Так что у меня семья бабушки и дедушки, которые они себя до друга узнали в Бонус-Айресе, и на самом деле уже семья была как-то там странно связана. В этом мире нет случайностей. Нет, наверное, нет. Все сверху дается. Да. А я потом учу в школе там Кандинский, этот Марк Шагаль, Франц Марк. И я знаю, что Марьяна Веревкина с ними даже там разговаривала очень много. И учила с ними. И даже говорила. Ну, я тоже в интернете читала, что книга, которую Кандинский писал, называется «Респиритуальный арт». Он писал, на самом деле, от разговора, который он имел с моей, ну, тете моей бабушке. И очень много там по интернету я прочитала про них. Она училась в Германии, Франции, Литве. Она родилась в Литве и умерла в Эсконе. Так что там музей, и на самом деле, когда-нибудь поеду. Ну, пусть твоя мечта сбудется. Спасибо. И обязательно там побываешь. Спасибо. Кира, вот твоя семья здесь уже, да, как бы в третьем поколении, дочка в четвертом поколении. Ты себя чувствуешь русской или ты себя чувствуешь аргентинкой? Ой, какой вопрос. Оба. Русская, аргентинка? Да. А дочка у тебя говорит по-русски? Нет, она понимает немножко. Но когда она была, мы были в России по сей день раз, целый месяц, она даже читала. Ну, она не понимала, что она читала, но она немножко там читала. Ну, конечно, Аргентина такая страна, которой у нас всюду люди. Со всего мира. Поэтому это такая Аргентина. Аргентина на самом деле такая. Ну, да, я у твоего брата тоже спрашивала, да, он прекрасно говорит по-русски, а дети уже у него потеряли русский язык. Получается, еще второе, третье поколение говорит на русском языке. Ну, возможно, это и у других то же самое, да, и уже получается четвертое поколение теряет. Ну, конечно, это не так легко, когда отец или мать не говорят. У нас было так, что мама и папа говорили по-русски. И я не учила аргентинский язык или испанский язык, то я только научилась, когда пошла в садик. Я просто никого не понимала. Я жила в горах в лесу и просто говорила по-русски. И со мной. Так что, когда я пошла в школу, я просто, вау, ничего не поняла. А сразу меня послали тоже учить английский, так что для меня это было. Ну, потом все хорошо. На одном уровне у тебя испанский и английский шли. Да. Ну, я когда в России, я себя чувствую русской. Часто ездишь в Россию? Сколько раз было? Нет, я была три раза. Ну, конечно, мне хочется больше. Ну, не так. Не такого роста. Не так просто. Далеко, дорого. Ну, я чувствую себя, потому что я даже замечаю, когда там туристы не знают, что я не русская. И приходят, и мне спрашивают, ну, как туда, на улицу? Я просто думаю, заметно, что я на самом деле более русская. Но так интересно тоже, потому что я знаю, что я вдруг тоже смотрю, и есть разница. У меня есть такая латинская, ну, экспрессия, да. И даже я обожаю испанский язык тоже, ну, как русский. Я даже пишу тоже, так что для меня это очень важно. А, да, я же помню. Ты же книги пишешь в прошлый раз. Да, стихи. Стихи на испанском. Стихи на испанском, иногда на английском, но по-русски это мне сложно, конечно. Родственники есть в России? Да, есть, братья, да. Поддерживаетесь в России? Конечно, да. Обожаю. Они сюда приезжают? Да, приезжают. Даже когда они были очень маленькие, так что для них... Аргентина, это для них, как Россия, для меня, это, наверное, вторая страна. Какие-то традиции в семье русские? Всюду, все. Все. Пасха, куличи, там эти... А, кстати, Пасху по какому календарю отмечаете? По католическому или по православному? Православному всегда. По православному, да? И Пасху, и тоже Рождество. Да, да, да. Мы еще Пасху не отмечали, нет. Куличи печешь? С мамой, мама знает точно, да. Да, 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 да. И блины. Мама с тобой живет или одень? Нет, одень, она на горах. Она любит природу и живет так на горах. Замечательно. Да, да, да. А песни, кстати, русские знаешь? Песни? Да. Ну, да, когда были маленькие. Народные. Я, когда мы были, последний раз с Ларой, это было Чаппи на Дамыре, так что, когда Россия там... Аргентина проиграла сразу, а Россия больше играла, ну, даже в семифинале, да, или... До полуфинала. До полуфинала. До полуфинала, так что мы, конечно, болели за Россию. Здесь имеется в виду поездка Киры на чемпионат мира по футболу в Россию. Да, и так что мы эти все песни начали там слушать, когда все эти русские пели, так что мы начали тоже там петь, там... Было весело. Да, очень весело, да. Я не знаю точно все слова, но я знаю эти песни. А в повседневной жизни кухня какая дома? Нет, это мультикультуральная такая... Борщ готовишь? Борщ, да. Борщ, да, стараюсь. Часто? Ну, мама лучше делает, потому что это трудно. Мама говорит, я сделала для тебя, ну, давай, я поеду. Точно сейчас она все спередит, наверное, она принесет мне борщ. Да, я обожаю суп. Пельмени с бабушкой и с дедушкой всегда. Блины, конечно. Ну, Ларочка, она аргентинская, и она в садике спрашивает всегда, а какую тебе, какую ты еду любишь? Я люблю блины, я люблю икру. Я вчера, кстати, тоже аргентинцам, тот знакомым, объясняла про блины. Ну, вот если мой сын сегодня позвонит бабушке и скажет, бабушка, еду в гости, что первая бабушка приготовит? Блины. Это чтобы аргентинцам было понятно, что такое для русских блины. Да, но я тебе скажу, все любят блины. Аргентинские уже знают несколько там, они говорят блины, они просто плохо говорят, но они знают, что это блины. И мои братья в России пьют маты, аргентинские маты, они обожают. Потому что слово вареники, я знаю, что здесь есть, благодаря вот нашим украинским евреям. И для меня это был такой сюрприз, когда мне объяснили, аргентинцы, которые ничего к России общего не имеют, что традиционная еврейская еда здесь это вареники с картошкой. Да, 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 да. Ну, так все так получилось в Аргентине. А вареники любишь? Я больше люблю сырники. Сырники? Я люблю сырники. Из чего готовишь, кстати, сырники? Я не готовлю, мама готовит. Мама готовит. Из, не знаю, как по-русски, рикотта. Из местной рикотты или она сама ее делает? Нет, 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 она не делает. Она покупает творог. Потому что это, кстати, очень многие русские спрашивают, где купить творог. Я говорю, ну, рикотту используйте, из нее сырники не получается. Значит, вы сырники не умеете готовить. Да. Рикотта, мне кажется, прекрасный заменитель творога. Да. И оладики, может быть, оладики мама делает с яблоками. Да, да. Такие, ну, разные. То есть русская кухня тоже присутствует? Русская кухня, итальянская кухня, конечно. Дочку учишь русской кухни? Или она еще не готовит? Она еще не интересует кухня. Она еще не интересует? Нет. Она еще в 15 уже? Да, но нет. Еще нет. Настоящая аргентинка растет. Да, но она любит блины. Самая лучшая еда в мире – это блины. Ну что, вот, в принципе, такие у нас сегодня получились теплые посиделки с Кирой. Пишите, какие еще хотели бы историю услышать. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Кира будет читать ваши комментарии, отвечать. Или я буду отвечать на ваши комментарии. И ждем вас в гости в этой прекрасной творческой студии, где вы можете взять уроки акварели в глубинке Аргентины и рисовать нашими российскими акварелями. Всем пока-пока. С вами была Елена Вивас и Кира Мамонтова. Пока-пока. Спасибо.